ну прежде всего расскажи про свой футбольный путь он я знаю он очень тиранист у тебя был прямо с самого начала крым начала крым да и дальше зале по тексту вот занимался сначала душа в крым теплица команда была играла в первой лиге украины на тот момент но от нее была дюшка и вот в ней заниматься первым тренером был отец даст до 14 лет потом поступил пищи олимпийского и вот я проучился там протренировался проиграл за училище три года затем поехал в арсенал уже на просмотр и в принципе все получилось в этом плане хорошо конечно было были сложности с адаптацией но у меня еще не так просто были примеры там у пацанов которые намного сложнее адаптировались училищами там вообще и до слез угол домой закаляет да конечно это психологически наверное в дальнейшем помогает в любую сферу адаптироваться намного легче будет во сколько лет ты получается уже начать 11 14 13 даже 13 ну и потом через месяца за 14 14 ворвался иногда может быть плюнуть сказать да ну его и нет никогда такого не было всегда хотелось всегда было большое желание тренировался всегда больше всех по две тренировки в день делал отцу все время звонил что сделать что лучше сделать как вот на телефоне занимался себя было очень интересно был момент когда уже вот выпускной там училища это сколько 16 лет мне тогда было хотел уже в мвд поступать потому что ну в принципе в крыму продолжение нет карьеры никакой и предложение каких-то нет потому что туда даже никто практически не едет и не смотрят футболистов и вот последний год даже полугодие последние агент помог заметил предложил съездить в арсенал на просмотр ну я конечно это единственный шанс мы где-то было зацепиться и вот получилось а так уже да уже документы собирал в мвд поступать интересно тишь армии дать импд к футболу слушаю я вот приехал в арсенал вот помнишь вот эти первые дни как они вообще у тебя проходили что было сложным и когда ты понял что все тебя уже берут арсенал была еще такая ситуация приехал я уже в тулу тренировался дней 5-6 наверно не тренер горит гаранин был тренером человек все отлично все понравилось молодец и как-то так получилось что он думал что я еще учусь школе ему неудобно было сопоставлять тренировки с никого не брал кто учился школе и сказал мне типа приезжай летом когда закончишь ну у нас как-то недопонимание большое вышло и потом я через день уехал домой он мне звонит ему этот агент звонит говорит в школе не учится ну короче и я вроде как сказал что я не учусь в школе но не ну как-то не поняли друг друга и он на следующий день не призвание дань возвращайся типа я неправильно понял те ну и короче такая ситуация немножко произошла но потом уже поехал на сборы турции нас были сборы в принципе все отлично произошло там сказал все мы тебя берем все прекрасно заявляем а еще были сложности заявления вот это была основная сложность я тогда русская прописками да я был умная и принципе она мне и осталось мешало я был первый из крыма которого заявляли вот при переходе российский чемпионат даже молодежный перевес а я знаю ты ездил в португалию вот в порту расскажи как это вообще получилось как ты там оказался и что вообще происходило что смотрели не смотрел как вообще вся эта история происходила на твоих глазах португалия это очень сильный для меня опыт мне очень понравилось там отношение футболе к футболу отношение вообще сами футболистов это большой профессионализм на самом деле и но это менталитет я считаю даже больше в россии такого нет но понравилось больше всего то что ну вот я же стал отношения а так как этого попал это опять же агент очень сильно помог я тогда не играл я уже ну играл за молодежку на тренироваться с основным составом арсенала конечно хотелось большего я уже там сколько больше полугода и не там тренер попался только что не давал шансов тоже школа такая была закалки немножко ну я рад что прошел это и мы решили съездить с агентом он предложил игру конечно почему нельзя попробовать приехал еще сложность была я там дернул ахилл а приехал думал будем тренироваться тоже погода все прекрасно у них по климату думал будем тренироваться зеленых полях а выяснилось а выяснилось что на искусственных тренируется я удивился я был просто в шоке но потом это я начинал просто в 19 а ехал в порту б порту бы было два выходных я вот два дня тренировался на искусственном поле с у 19 ну естественно мышцы раза да нет нет там нормально потом просто я был удивлен этому что в таких климатических условиях и искусственные поля а потом я уже начал тренироваться спорту б вообще прекрасно все получалось играли товарищескую игру со сборной израиля о израиле нет суды с каранецов до солдатской аралии 0 0 сыграли там еще один парень был тоже со мной на просмотре с бостона помню с англии нет 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 точно не помню или с америки или с англии я точно не помню но откуда ты да 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 это где-то запада и тоже сыграла я один тайм по моему хорошо отыграл все понравилось тренером но сложность была заявка из-за того что я был крымским опять сложность была в том что закрывался трансфер на окно закрывалась у них там она раньше закрывается чем в россии поэтому короче появились сложности и меня просто не успели бы заявить за нашим за моей спиной за нашими спинами поле где будет рации национальная сборная мечта конечно это основная моя цель наверное ближайшие полгода что для тебя вызов на молодежной сборной это новый уровень новые возможности ездить здесь я показать тот же отборочный сейчас чемпионат европы олимпиада прекрасное место где проявлять себя можно и показывать для европейских клубов но это моя основная цель чтобы играть где-то в европе не заканчивать на россии если в европе то где вообще не знаю даже не думал просто топ-клуб и лига чемпионов ну то клубов много там хорошо хотя бы какая англия испания вообще топ-5 чемпионатов меня все устраивают принципе ты играл на многих позициях и сам даже шутку называешь себя универсалом и это считаешь очень важной частью в жизни в футболе карьер но комфортнее всего где тебе это не шутка называйся универсалом на самом деле играл давно многих и кранево нападающего чистого нападающего играл даже защитника насколько я помню защитника играл полузащитника играл лево с левой стороны играл вот до цида сарем нет нет до центрального защитника во всех позициях был кроме центрального наверно ворот книга не нет воротах не но вернемся комфортнее всего где в атаке больше все защите ну я умею играть у меня получается но больше всего люблю в атаку играть конечно подача ткачева и это опаснейший момент тула открывает счет ну а дальше купание для Даниила Класевича вернемся португалии как думаешь и вообще чем принципиально португальцы от нас отличаются именно по отношению к футболу ну как-то не могу это это надо увидеть наверное цветы так не объяснишь но вот у них профессионализм просто как тренажерные залы и отношения к футболу на тренировке на поле у них все с легкостью без вообще без негатива без напряга это для меня это такое удивление было вообще улыбается ходит как будто они пришли вот просто во дворе поиграть но при этом все получается все четко делают как просит все классно слушай ну вот если ты говоришь а в улыбках и жизнерадости вот я три дня ты с нами я тоже для себя отметил что ты тоже поулыбаешься тоже ведешь себя довольно раскованно вот какой ты в жизни расскажи о себе достаточно веселый но при этом с головой так сказать надо думать что говорить когда смеяться когда не смеяться открытый или закрытый для близких для близких открытый да для людей с которыми я не знакомый я закрыт конечно как прекрасно я играл когда из арсеналом были как-то здесь на сборах между паузами сборных и играли здесь футбольная мечта дать какая лига чемпионов сборная такая основная мечта выиграть можешь со что-то со сборной наконец сбор никогда ничего не выигрывала такого большого я хотел бы помочь в этом вернемся немножко в детство батя не пытался тебя с пути столкнуть и привлечь на свою сторону в легкую атлетику никогда в жизни он сказал это неблагодарный вид спорта а футбол вроде благодарный видимо более благодарный вид спорта да нет он изначально мне сразу футбол ему очень нравился он сам немного играл там и его звали в первую лигу по моему украины на тот момент когда он бегал и он просто скрыл ну типа нет у меня основной вид спорта легкой атлетикой не стал и говорит я об этом пожалел очень сильно что не пошел хотя мне в него получалось на тот момент ему 23 года всего было то есть еще можно было перепрофилировать себя когда с батей приезжаешь домой зарубайтесь футболем да уже нет уже слабо слабо конечно у меня уже другой уровень да не играем конечно играем и селе играет там с ребятами играть на район команда у нас есть собираемся играем будет когда я приезжаю все время тренируемся интересно побегать классно вспомнить такое детство где вырос слушай скажи мне по твоему мнению какой футбол настоящий вот этот вот профессиональный или тот детский во дворе на селе с пацанами нет ну конечно профессиональный футбол это самое настоящее что есть ну люди играют для себя любительских лигах тоже это хорошо расскажи о первых впечатлениях от нахождения в нашем дружном коллективе в молодежной сборной ну большинство парней знаю уже и играли против друг друга и играли в юношеской сборной я когда вызывался вот последний раз там ну человек 56 я точно знаю уже были в команде в 1 приятно все общаются все друг другу довольны никакого негатива в команде тоже нет все хорошо профессионально относимся к тренировкам к этим сборам готовимся к евро к отборочным что думаешь об испании то космос или достижимые то нет конечно я когда был вот это в португалии я понял что нет ничего невозможного все мы люди просто надо чуть-чуть профессиональной относиться к своему делу и все будет получаться вот какой сейчас футбол в россии или в общем в россии в мире в чем в чем сейчас на что делать упор в чем основные критерии успеха на физику ли на технику ли вот как наверное сейчас все научились играть тактически в основном многие тренера уже все обучены и поэтому каждая команда вот пример лиги берем да не каждая команда умеет играть тактически из каждой команды сложно играть как бы то ни было там последнее это место или первое место вообще без разницы там уже до играть наверное морально-волевые качества такие основное дело ну и разум чисто персональный разум человек ну то есть вот конечно если бы играли роботы футбол был бы не интересен поэтому он интересен что есть ошибки без них никуда просто их надо как-то перебарывать все будет хорошо как проводишь время хобби и основное хобби да это рыбалка прям обожаю есть когда выходные езжу с удовольствием вот на материке на щуку в крыму езжу когда в отпуске езжу с отцом карповую ловлю там ну в общем рыбалку люблю очень очень люблю экстримы это там гонки на машинах каких-нибудь потому что там тоже катался для себя прикалывался с друзьями экстрим все-таки опаснее да но я с головой аккуратно как бы стараюсь это все делать но иногда не получается конечно но сейчас я чуть-чуть подубавил в этом плане потому что карьера намного важнее это сто процентов и даже на мотоциклах но сейчас очень редкая там у дяди есть могу взять прокатиться чуть-чуть душу отвести и все смотри-ка уже падал сбивали вот недавно кстати случайным образом просто что вырежем медленно не допадал какой мальчик у тебя у меня сейчас нет мальчик а у дядьки кроссовый да сколько кубиков 250 небольшой маленький но его по горам хватает перевернуться чтобы там покататься и отвести душу с головой вообще больше не надо больше это уже когда ты там более более любительский занимаешься не могу сказать профессионально но так что каждый день почти чем ездишь тогда да можно что-то более хотел прокатиться какой мощный там 800 кубиков на таких ездил ездил и гавашлений прекрасно вообще его очень люблю и вот эту скорость когда нажимаешь и чувствует что есть что нажать тогда все прекрасно музыка кино что любишь ничего не ну кого же музыку дозировал музыку слушаю кино тоже люблю конечно же часто хожу достаточно когда есть выходные из музыки но в основном это зарубежные потому что мне больше нравится их я не знаю как правильно без понятия как они там у них сленги их не очень музыкальные в основном зарубежные да больше мне нравится пару-трой коллективов назови которые ну из вот наших например это амьяги очень нравится кого не спрашивал семьи ну да популярность но популярны потому что наверное у них это какая-то новая новый вид музыки до компоновки наверное какой-то что-то необычное очень кино расскажи какой какой тебе нравится может быть что-то из последнего что ты посмотрел прям порекомендуешь но сейчас в основном смотрю такое детективы какие-нибудь не 8 нравится иногда исторические какие-нибудь фильмы также эти зарубежные какие-нибудь ван хексинг очень сильно любил в действии это прям для меня был вау я его наизусть на этот фильм так что так сериалы наверное бумажный дом его уже большинство просмотрела наверное любимые были нет любимого блюда про все один да ну я вот конечно вот люблю хачапури поджар с год вот вот прям люблю хочу будет поджарски но он нельзя но он калорийно сильно ну прям очень люблю можешь себя побаловать раз в недельку или раз в две недельки до кушают очень люблю пасту там с морепродуктами прям тоже очень сильно отношусь к ней хорошо прям так сказать все друзья у меня в симферополе на родине когда в отпуске приезжаю туда там общаюсь уже видимся и гуляем туле в основном никого нет и только там с команды с бауэром общаемся очень хорошо так тесно когда можно там и прогуляться сходить и в ресторане посидеть пообщаться кастадинов но основном с иностранцами такой у меня больше диалоги получается а иностранными языками владеешь какими нибудь но сейчас обучаю английский обучаю не обучаясь и как идет пока умеренно хорошо надо как-то поинтереснее что по но сложновато потому что не так часто у меня получается это австом скайпе или там по ватсапу ну то есть по видеосвязи у меня не очень нравится это не сильно усваивать то есть его в любом за живое общение да да мне больше нравится так и она легче намного воспринимается слушай еще знаешь вот расскажи мне вот у тебя крутые антопометрические данные ты такой мощный для своих лет сложенный ну вот прям как идеальный атлет ты всегда таким был или нет я был когда приехал в арсенал вообще очень худым и давай спичкой был можно сказать там весел всего да со своим ростом да у меня 80 на тот 80 наверное был метр восемьдесят на тот момент да я весил 63 килограмма все ну то есть это был очень худой сейчас я поднабрал ну и в росте поднабрал мне восемьдесят пять и восемьдесят шесть час мирились позже вчера уже не помню и вес у меня 80 килограмм час ну это все потому что опять же мой профессионализм наверное за правильное питание правильное питание это на самом деле да это очень влияет на организм зал и правильное питание то наверно основного для такой для набора массы мычейной массы они же слушай раздавали тест и ты после теста мне сказал что легкий тест примерно легкий или да конечно проверку не этот самый легкий тест просто биттс но там ее тест всегда по-разному везде там его называют и не знаю может чем-то он отличается как-то но для меня это все одно и то же потому что те же там сколько 20 метров и ты бежишь от сигнала до сигнала что ее что биттс и последний раз когда я делал тест я просто упал и все и не мог стать но это ты бежишь до того момента пока ты не упадешь на самом деле такой можно конечно где-то сфилонить и чуть раньше остановиться тебя все устал но и я не тот человек который это делает это психология может такая что боец да я пока я не умру я не остановлюсь наверное прекрасно качество для атлета если не футбольная мечта в жизни вот чего бы ты хотел домик семью что какие-то конечно жизнь ориентир жизни ориентира это больше всего конечно семья дети это вообще цветы жизни обожаю их не не знаю красавь по красавице роган нас начал не знакомы мы можем догнать ему и за все минусы приняли он крутой мужик он хорошо судит один один из немногих вообще что-то столько критики в его адресе да именно потому что хорошо мне кажется так на чем это мы становимся на себя на детях на детях до домик где-нибудь на берегу моря у меня не сильно на берегу моря мне там минут 20 15-20 надо на машине до моря хотелось бы там метров 200 от моря и семья дети это прям класс сколько детей я думаю двое много сильно тоже не надо с ума можно сойти а двое в самый раз до мальчик и девочка тут уже как говорится да ну конечно сына больше всего хочется вернемся пик футбол из российских вот сейчас арсенал дальше где себя видишь из российских клуба хотел бы допустим попробовать свои силы да я даже не думал насчет этого мне сейчас самое важное играть получать опыт расти как футболист в принципе арсенал мне это дает и мне очень нравится клуб много возможностей дает с кем быть тренеров в любых абсолютно любых вот что хочет и называть тебе у вас который хотят поиграть на тебя понятно это гвардиола конечно читалось это большой тренер и на самом деле с очень большой головой наверное еще знаю больших кого называйтесь таки да уж достаточно по пути на клуб юрген клуб даже тоже очень великий тренер на какой футбол тебе близок какая история там и исправила это лес как это иначе вот что-то мне английская мощь на вес и по бросить какой футбол твой по духу по духу даже не знаю опять же попробовал бы в любой из этих лик и не знаю ну по духу наверно англия больше где можно побороться больше такой потолкаться потолкаться побежать убежать такое люблю такое а как ты относишься к критике она тебя подстегивает обижает или вообще не обращаешь на ее внимание да я на критику но смотря от кого критика это от тренера от болельщиков ну вот но до чего дочку приехать я не просто я сразу увидел я не просто как я себя привел я как раз из расчета чтобы ну а тренинг в критику ты воспринимаешь правильно конечно же чтобы сделать какие-то выводы это основное наверное от болельщиков критику понятно просто мимо ушей пропускаешь потому что ну если на всем заострять внимание можно с ума сойти и крыша поедет мне кажется ты везучий человек отчасти да наверное охотируй себя двумя-тремя словами быстрый сильный все хватит 2 финито для комедии